Ветераны живы! Об этом в Алтайском селе Зональное напоминает вот такой плакат, на котором изображена снайпер Вера Корнеевна Зубченко. Живую легенду села накануне Дня Победы поздравляла компания «Газпром» газораспределения «Барнаул». Вера Корнеевна, добрый день. Мы вас приехали поздравить с наступающим Днем Победы и вручить вам подарочек такой небольшой. Желаю здоровья и выразить огромную благодарность. В начале 30-х дед Веры Зубченко стал врагом народа. Следом по ложному доносу арестовали и ее отца. Больше его не видели. И несмотря на все это, в войну она сама захотела помочь фронту. Ее направили в снайперскую школу. С винтовкой Мосина она и прошла всю войну. По сей день ее благодарят за боевые подвиги. В том числе компания «Газпром» газораспределения «Барнаул» в рамках программы «Священный долг. Вечная память» подарила Вере Корнеевне новую газовую плиту. Также новые газовые плиты подарили труженикам тыла из Троицкого района Елизавете Чекалиной и Александру Башкатову. Валентине Титковой из Повалихи, Александре Донковой из Барнаула. А также навестили участницу обороны блокадного Ленинграда Сабину Соболеву. Это наш такой вклад в общее дело, в заботе о ветеранах, об улучшении их уровня жизни, комфортности проживания. Ну а всем ветеранам желаю здоровья, дожить всем до 100 лет, до юбилея, чтобы они были окружены заботой своих близких, заботой страны. Кроме того, нуждающимся ветеранам газ подводят бесплатно. Остальным жителям края «Газпром» газораспределения «Барнаул» оказывает эту услугу также, начиная с финала отопительного сезона и до середины осени. Так что, если вы сейчас собираетесь подвезти газ, нет, время не лучше. Именно сейчас нужно готовить дома и подавать заявки на подключение. Подать их можно через сайт или на участках газораспределительной компании в вашем населенном пункте. Также вы сможете узнать, какие документы нужны, чтобы подать заявку. И обращаться лучше именно сейчас. Уже надо, потому что, как правило, люди начинают об этом думать в конце лета, либо осенью. Проектное бюро, оно не резиновое, скажем, да, работы будет много. Будем ждать 40 дней изготовления проекта с методом документации. Наш комплекс услуг, начиная от проектирования, выдачных условий, проектирования, составления проекта с методом документации, предложат оборудование и сами строительные работы и подключения. А если газ у вас уже подключен, помните, весной и летом нужно успеть подготовить оборудование к следующему отопительному сезону. Нужно успевать почистить дымоходы и вентиляционные каналы. Почистить вы их можете самостоятельно, но подтвердить работоспособность должны специалисты ВДПО. Такая чистка необходима, как и ежегодное техническое обслуживание. При сгорании газа необходим объем воздуха, то есть приток воздуха. И в случае утечки природного газа, если будет, не дай бог, утечка, он должен через вентиляционный канал провентилировать помещение. Ну а дымоход, само собой, то есть это может привести к трагическим случаям. Такие случаи тоже есть и были у нас в Троицкой даже. Работоспособность вентиляции и дымохода должны подтвердить специалисты ВДПО. Он замеряет при помощи анимометров поток воздуха, который проходит через вентоканал и через дымоход. И дает акт заключения о том, что все в испарном состоянии. Это небольшие требования, обязательные для газовых абонентов. А взамен они получают удобство и чистоту. К слову, до осени Газпром газораспределения Барнол планирует запустить межпоселковый газопровод от Троицкой газораспределительной станции до поселка Гордеевский. ГРС и газопровод в Ребрихе. Эти и прочие новости, связанные с распространением природного газа в Алтайском крае, смотрите в нашей программе. Субтитры создавал DimaTorzok